А перед просмотром этого видео я хотел вас попросить зайти и подписаться на канал Man's Sky. Здесь вы сможете найти различные летсплеи по различным играм, также прикольные монтажи. Ссылочка на него в описании, заходите и подписывайтесь. А мы приступаем к просмотру. Хе-хе-хе, всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисан. Добро пожаловать в нашу девятую по счету серию нашего шестого сезона с модом Pixelmon. И что мы будем делать в этой серии? Во-первых, хотел бы вас всех поблагодарить, те кто сейчас находится тут рядом со мной, за то, что вы смотрите это видео. Значит, вы меня поддерживаете, за это вам действительно, ребята, огромное спасибо. И, ребята, я бы сразу вас хотел попросить, давайте наберем 800 лайков. Если вы хотите, чтобы новая серия Pixelmon вышла как можно быстрее, действительно, ребята, поставьте, пожалуйста, лайк. Многие на меня иногда там орут, что мол, Эдисан, мы набрали 800 лайков, но ты не выпускаешь серию. Ребята, иногда бывает, что это уже поздно. Иногда бывает, что это уже вечер. И, если честно, вечером, ну, нету смысла на ночь выкладывать серию. Честно, ребята, нету смысла на ночь выкладывать серию. Это во-первых. Во-вторых, иногда я уже действительно очень уставший. Я уже сделал, например, в тот же день вышло там 2 или 3 видео. Я уже действительно немного устал. И идти делать еще там парочку видео, действительно, у меня уже просто сил нет. Поэтому, если иногда не выходит там новая серия в тот же день, когда мы набрали 800 лайков. Ну, ребята, я извиняюсь, честно. Но все же, я же вижу, я увижу, если мы все-таки наберем 800 лайков, то я хотя бы постараюсь как можно быстрее выпустить, сделать и выпустить новую серию. Потому что я увижу то, что все-таки вам понравилась, понравилась последняя серия Pixelmon. На принципе, не только Pixelmon. В принципе, любого видео я увижу, что вам понравилась эта серия. И я постараюсь как можно быстрее сделать новую серию. Поэтому, ребята, если вы хотите, чтобы новые серии и Pixelmon, и какие-то другие выходили как можно быстрее, ребята, давайте поставим лайк. И честно, это большая мотивация для любого ютубера, когда видишь, что подписчики в какой-то степени тоже тебя ценят. Так как и ты их ценишь, и они все-таки ставили тебе лайки, и видно, что хотят, в принципе, новые серии. То действительно, ребята, появляется и больше сил, и появляется больше мотивации для того, чтобы сделать новую серию. Поэтому, ребята, пожалуйста, не поленитесь поставить лайк. Это действительно будет очень классно, если вы вот это сделаете. И сейчас мы будем прокачивать нашу Тортеру. Честно, ребята, я пока что не знаю против 34 уровня Пелосфайна. Мне кажется, даже наш Ноктау справится. Даже наш Ноктау справится. Поэтому давайте его зафигачим быстренько. Замечательно. Так, вот это. Эволюция Пиплопа. Это, ребята, уже очень круто. Мне кажется, что в скором времени можно уже даже будет выкладывать нашу Тортеру и заменять ее на Бульбасавра. Потому что она уже около такого 50 уровня. Мне кажется, если мы ее сможем докачать до 50 уровня, это будет очень круто. Но нужно попробовать. Ну, нужно хотя бы ее докачать. Так. Да. Аномалия. Аномалия нафиг. Кого мы прокачивали? Фрост. А, Фрост. Я просто смотрю, знаете, я забыл, что мы покемон назвали Фростом. Фростой, да? Так, смотрю. Что-то это не то. Что-то это не то. Ну, так. Ну, вряд ли мы сможем 17 уровнем его запинать. Ноктавл. Если Ноктавл постарается, ну, конфюжен. Нет, не постарался. Не постарался. Реолой мы 100% его не запинаем. Поэтому лучше все же сразу взять. Ой, что-то опять в глаз нафиг попало. Лучше сразу взять. Вот так. И сразу, сразу, сразу убить его. А Реолу уже, для Реолу уже вроде нужно... Для Реолу уже вроде нужно счастье, да? Чтобы Реолу эволюционировал в Лукарио, да? Ну, поэтому мы будем его, наверное, выпускать. Выпускать наружу, чтобы он... Чтобы он гулял и набирался счастья. У нас же в этом сезоне нету шапочек. Поэтому, ребята, сейчас мы не сможем никак это прокачать. Но все же я так подумал. И, в принципе, я даже когда у вас спрашивал. Мне кажется, что все-таки мы сделаем магазины, но чуть позже. Я сначала хочу настроить полностью свой дом. Кстати, я в этой серии вам уже покажу экскурсию по своему дому. Я его уже достроил еще, может, на процентов так 20, 20... 22 процента. И в сумме он уже достроен где-то на процентов 50, может. Ну, 40 с чем-то, можно и так сказать. Поэтому в скором времени, когда мы его сможем достроить, мы... Мы начнем строить магазины. Вашу. Мы сможем... Мы начнем строить магазины. И так же... Будем делать продавцов, ребята. Да. Но сначала говорю и еще расскажу. Нужно достроить свой... Свой, 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 свой... Чтобы изучить. Вот так. Свой дом. О! Нифига себе! Пипл эволюционирует. Бульбасар эволюционирует. Ребята, это очень круто. Это очень круто. Давайте, давайте подождем, пока он все-таки уже прокачается. И как только он это сдел... А кого бы назвать? Там есть у нас ноктавул. Есть бульбасар. Есть триолу. Бум-бурим-бум-бум. Я пока что не имею представления. Я пока что не имею представления. Но, мне кажется, то, что Айвизавра, то есть сейчас уже Айвизавра, то есть Бульбасавра, Айвизавра, потом Венозавра, я назву в честь Лололошки. Потом Чимчара я, может, назву в честь то ли Демастера, то ли Семченко. Реолу. Ребята, честно, Реолу я не знаю в честь кого. Мне многие есть... О, это, 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 это Булльчик спрятался у нас. Это Булл спрятался у нас. Ну, в принципе, не спрятал. Так, не спрятался, это я просто его сам не сразу заметил. Так что можно выкинуть, это можно выкинуть. Будем, будем, будем еще искать. Будем еще искать. Давайте вылечимся. Ух, ну что, Нокталл, ты сможешь его сам запинать, пожалуйста. Вряд ли конфьюжен, если конфьюжен, конечно, прокатит, а он вроде прокатил, но... Так, ладно, меняем на фрос. Ух, нет, нет, нет. Айвизавр, ты сможешь его... Ух ты, нифига себе, сам взорвался, что ли. Рыбочка, рыбочка, рыб... А, рыбы, ребята. Ребята, почему, почему вы мне не поминаете то, что у меня есть бэкпак? Я, если честно, и забыл то, что он вообще у нас присутствует. Поэтому, в принципе, все, все можно сюда поскладывать, кроме вот этого. Это сюда, это сюда, это сюда, это сюда, это... Ой, иди, иди-ка ты сюда. Убежал от нас, убежал от нас. Это, в принципе, тоже можно поднять. Я не знаю, может, это даже нам потом пригодится куда-то, вот этот лед. Может, он потом нам куда-то и пригодится. Так, давайте вылечим. Ноктавл, пожалуйста. 31 уровень против 35. Зараза. А Эвизавр его, да, тоже не сможет убить. Фрост его тоже не сможет убить. Плюс тому, он еще и заморожен. Поэтому на помощь приходит Ивангай. Запинали. Запинали по полной программе. Сейчас мы будем дальше продвигаться. Вот эти 42 уровни. Но сам Ноктавл их не сможет убить. Сам Ноктавл их не сможет убить. И если честно, я бы уже очень хотел... Ух ты. Ух ты. Сам Ноктавл не сможет убить. И... Не, 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 ребята. Не. Это уже... Это уже я вижу чересчур. Они уже очень сильные, в принципе, против травяного типа. Поэтому мы на них даже нет. Ребята, извиняюсь, мы на вас даже больше нарываться не будем. Опачки-попачки. Как на глазах у нас Эмпулиоша заспанился. 46 уровень. Почему-то у меня тоже такое ощущение, что у нас сейчас с одного ударчика. Опа. И все. Ну, мега-дрейном. Вот этим это тоже крутое. Потому что мы сможем подлечиться, а этим мы его добьем. Да. Класс. Аппроар, конфюжн, тейкл. Вот это давайте. Круто. Давайте вылечимся. Что нам выпало? Ну, выпадает нам всякая фига-фига-фига тень. Что там нам выпадает? Ну, снег нам выпадает и всякое другое. Я не знаю. Нам нужно уже, нам нужно уже начинать перетаскивать свои вещи с... С-с-с-с-с-с-с-с. С нашего первого места жительства. Это у нас... Это у нас, это у нас, это у нас. Я просмотрю, никого ли тут нету. Это у нас покет-центр, в котором мы обосновались, да? Нужно уже перетаскивать в другое место. Другое место это уже в наш домик. Потому что, в принципе, он, конечно же, еще не достроен. Да, я согласен. Но, но мне кажется, что мы уже сможем начать там что-то в нем делать. То есть, хотя бы тот же склад мы сможем в нем сделать. Так, я просто опять, я опять, опять смотрю, никого ли тут нету. Нету, нету, нету. И смотрю, не только покемонов ли тут нету. Я также... Ребята, смотрите, пожалуйста, на землю. Если я пропущу какой-то бол. Если я его все-таки пропущу. То орите прямо, Эдисану, мол, вот ты там пропустил бол на такой-то секунде. И он вот там, вот там, вот там-то был. Можете, я даже потом туда вернусь и его заберу. Боссы, босики, босиков нету. К сожалению. Уже не знаю, в какую серию их нету. Полетим над этим лесом. Ну, в принципе, лес уж не такой уж большой, как я ожидал. В лесе мы, в принципе, смогли бы найти... Как это там называется? Ну, вот, вот, о, пиплоп, здрасте. Так, боссов нету. Мы бы хотя бы смогли попытаться найти вот тот большой такой деревок, да? Где в нем тоже спрятаны... Ну, как это называется? Это что там, лава? Где в нем спрятаны... Да, это лава. Покебол, да? В принципе, тоже такие же существуют вот эти деревья. В предыдущем сезоне их куча было. Честно, ребята, в предыдущем сезоне, кто не смотрел, тому говорю, в предыдущем сезоне их просто-напросто большущая куча была. Вот сейчас, в этом сезоне, я пока что еще ни одного не нашел. Пиплоп, офигеть, сколько вот этих пиплопов тут. Их просто офигеть сколько. Я думал, что их намного меньше будет. И, в принципе, даже нам потребуется время, чтобы их найти и чтобы их словить. Если бы мы тогда не словили пиплопа, то вот, смотрите, еще один пиплоп. Мне кажется, мы бы смогли словить, потому что их тут реально очень большое количество. Босики, босики, босики. Ну, самое простое, это заметить красного боса. Чуть-чуть сложнее синего, чуть-чуть сложнее зеленого, да? Но если заспам... А, вообще очень сложно это желтого боса, да? Потому что если спамится какой-то... Какой-то покемон, который сам по себе желтый, да? Вот как, например, вот эти пылесосы пелосвайны, да? Они по себе такие темно-желтые, можно и так сказать. Если заспамится желтый босс, вот этот пылесос, то вряд ли мы его сможем найти, увидеть и заметить, да? Так же, как и Дроузи, например, так же, как и Абра, например, да? Вот эти покемоны, их реально очень как-то сложно будет заметить и вообще найти и убить, да? Но если, например, заспанится какой-то красненький покемон, это, в принципе, даже просто будет. Мы их заметим... Вот этого покемона, если красный заспанится, мы его заметим с большого расстояния. Ну что, Ноктавл? Затащи его, если сможешь, конечно. Да, вряд ли ты сможешь его заточить. Поэтому на помощь идет Тортера. Тортере еще три уровня осталось, и, мне кажется, можно ее уже будет выкладывать. Ух ты. Ноктавла? Я не знаю, пускай Ноктавл еще у нас потусуется. Потом мы, может... Так, потом мы, может, найдем... Пиджея, может, найдем какую-то замену или старью. Фрост. Фрост, фрост, фрост. Мне кажется, Чимчар будет классно вот тут прокачаться. Чимчар, у тебя, да, у тебя есть огненные атаки, поэтому мы сможем даже сейчас Чимчара прокачать вот тут немного. В зимнем биоме огненного покемона мы, в принципе, даже очень неплохо сможем прокачать. И у него уже через... Так, никого больше нету. Эмпулион, я там вижу, на горе сидит. У него уже через... Здрасте, боссов нету. У него уже через несколько уровней даже будет эволюция в нашего Чимчара. Он, в принципе, только что был какой-то там одиннадцатый уровень, да, и сейчас он уже... Да ударь ты его нафиг. Вот. Да, вот уже эволюция, не успел сказать, как наш Чимчар. В этой серии вообще три эволюции. Ребята, это очень много. Три эволюции. Чимчар, бульбасаур, пиплап за одну серию. Это очень круто, потому что меня многие просили, мол, Эдисон, давай уже прокачивать каких-то других покемонов. Да, не только там Тортеру, или не только там какого-то другого покемона той же Тортерой прокачивай, да. Прокачивай каждым покемоном... Ну, о, еще один. Еще один алтарь. Прокачивай как бы каждым покемоном, да. То есть вот, например, выкинул Чимчара, значит Чимчара прокачаешь самым Чимчаром. Да, если не получается его прокачать, потому что его сейчас убьют. Например, вот, сейчас тоже не получается, значит идем на Айвизавра. А если в Айвизаро не получится, значит идём уже на Ноктавла и Ноктавлом убьём. А не вот так, например, да, кинули покемона и потом кинули нашего главного покемона, допустим, Тортеру. Да, Тортера его добили, прокачали немного и Тортеру и прокачали другого покемона. Но это не очень. А если мы будем каждого покемона по отдельности прокачивать, мне кажется, это более так разнообразно будет. Так, босики-карабосики. Не, я уже не буду даже надеяться на этих боссов. Но это сейчас можно, потому что 45 уровень, вряд ли мы 20 уровнем Чимчаром сможем его запинать. Так, Монферно. Опа. Монферно, ты тут? Вот. Риолу мы тоже будем прокачивать, но немного позже. Риолу мы будем немного позже прокачивать. Сначала нужно того же Чимчара, точнее уже Монферно прокачать, других покемонов. Когда я всех сразу не хочу прокачивать, потому что это Баламута. Так, вот так. Ну, Магнимай, это, в принципе... Ух, он нас парализовал, но мы его смогли добить. Мы его смогли добить вот так. Круто. С него выпал... А знаете что? Сейчас, сейчас, ребята, я вам объявлю свою идею. Давайте вот я на него накину. Твою мать. Знаете что? То что. Знаете что, то что. Вылечимся. Я уже как ранее говорил в этой серии. Да, у нас будут магазины. Я, в принципе, хотя бы постараюсь их сделать. Но. Как они у нас будут работать? У нас не будет магазинов, как в предыдущих сезонах. Да, там в пятом или в каком там были? В пятом или в четвертом, третьем вроде, да, сезоне у нас там были магазины. То у нас не будут такие магазины. А какие магазины у нас были? Кто не смотрел? В предыдущих сезонах у нас были такие магазины. Что, что. Тогда был покерадар. Мы находили большое количество боссов. Мы находили большое количество покемонов. Ой, не того кинул. Мы находили большое количество покемонов. И тем самым мы выбивали с боссов шмотки. Потому что с боссов выпадает очень много шмоток. Мы с боссов выбивали шмотки. И ненужные шмотки мы продавали Мы ненужные шмотки, допустим, продавали за алмазы Потом за те же алмазы, с которыми мы заработали продажей ненужных там шмоток Теми же алмазами мы покупали себе нужные шмотки Да, это, в принципе, прикольно, потому что это нормальный такой обмен Да, с ненужного хлама мы продавали и немного потом доплачивали или что И покупали себе нужные шмотки Но в этом сезоне такого не получится Потому что в этом сезоне Каждая шмотка идет на счет В том смысле, да пофиг Вон там маленький уровень В этом сезоне каждая шмотка идет на счет Потому что, ну мы не будем находить В этом сезоне много шмоток Если мы там в каждой серии найдем Хотя бы там по Если мы в каждой серии найдем Хотя бы там по Ну, по одному По два покебола То это уже будет круто И нам в принципе можно сказать Выпадут уже хотя бы две шмоточки Это да, нормально Но эти две шмоточки мы лучше сохраним И потом когда-то мы их может используем Потому что потом когда-то Может они нам даже пригодятся А, тогда вы спрашиваете Чем же мы будем тогда оплачивать в магазине И покупать себе нужные вещи Такие как там мастерболы и другие Ребята, мы будем делать так Как все делается на серверах То есть смотрите, я вам объясню Ну, во-первых, это у нас идет Продажа ресурсов Мы идем там, например, в шахты Добываем там кучу себе золота Куча алюминия, железа Может алмазики даже Добудем Потом идем в магазин, который мы потом сможем построить Я надеюсь Или если построим Идем в магазин Продаем вот эти все ресурсы За монеты Да, потому что в этих модах тут есть монеты какие-то За эти монеты мы потом сможем купить себе нужные вещички Да, то есть Ну, конечно, еще нужно доплатить Да, то есть мы будем продавать, продавать, продавать ресурсы Когда мы накопим Да, вашу нафиг Когда мы накопим нормально так монет Когда уже у нас монетам будет такое большое число То мы их как бы отдадим потом в магазин И купим себе то, что нам нужно Это тоже крутая идея Но плюс к тому Я тоже, знаете, вот это сейчас просчитываю Я это просчитываю, чтобы вам не было скучно В какой степени я это просчитываю Если у нас магазины будут работать только на ресурсах Которые мы будем добывать в шахте Это, ребята, это будет очень скучно Я надеюсь, вы со мной согласны Потому что Если у нас магазины будут работать только на ресурсах На железе и на вот этом всем То какой вывод Нам нужно будет сутки напролет Сидеть в этих шахтах Долбить, долбить И долбить ресурсы Чтобы потом их насобирать Чтобы потом их продать за монеточки И за эти монеточки купить себе нужные ресурсы Вы со мной согласны, ребята? Что это будет очень скучно Если мы каждую серию будем ходить в шахту Ну, представьте Это будет, ну, чересчур Тупо, да? А Так же, как на серверах Смотрите, что мы будем делать Дроп с покемонов Мы тоже будем продавать за монеты Конечно, там будет нужна куча дропа с покемонов Чтобы накопить себя на какую-то нужную шмоточку Допустим, там На тот же экспэшер Или на тот же мастер-бол Вообще, там я думаю, что будет охренеть Какая большая стоимость Чтобы накопить на него, да? Но все же Можно будет хоть как-то на него накопить А если нам как-то повезет Что мы встретим босса Или еще кого-то А то, в принципе, это будет еще намного лучше Потому что мы с босса Попытаемся выбить, да? Но Такой будет дроп с покемонов Допустим, с магнимайтов Падает редстоун Падает глоустон С этих всех Пилосвайнов Силов И других Ледяных покемонов Падает снег Падает Вот, ну, тоже снег падает Да, если вот так соединить Тоже снег, можно сказать, получается Поэтому снег Падает лед С мэджикарпа Падает рыба С милтанков Падает кожа Падает мясо С магнимайтов Также падает Тут алюминий И вот это, но это Идет в счет За ресурсы С Морипов Падает шерсть С каких там Еще других покемонов С манчлаксов Падает там Еда вроде Если мы найдем потом Манчлаксов То с манчлаксов Там падает Еда Падает что-то другое Если мы потом найдем Горный биом Который состоит С гравия То там будет Много Бишарпов Если помните То в предыдущем сезоне Нет В предыдущем Или в предыдущем Предыдущем Нет Вроде в предыдущем сезоне Мы качались На На Бишарпах С Бишарпов Падает большое количество Опыта Во-первых И во-вторых С них падает Большое количество Железа Алюминия Поэтому это тоже идет Как в счет За ресурсы Которые мы сможем продавать Дальше Ну еще есть много Покемонов С которых там падает Какой-то там дроп Да То есть Ну Сейчас я не вспомню Сабры падают Эндерперлы Да То есть Тоже можно их продавать Что там еще падает С кого Нужно просто сейчас вспоминать Но это как-то С пиджиев падают Вот эти Перья Да С каждого покемона Есть какой-то свой Ванильный дроп То есть Ну Какие-то шмотки Из них падают И потом Не шмотки А ресурсы Да И потом Мы эти ресурсы Будем копить 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 Обменивать На монеты Потом будем Идти в шахты Добывать Какие-то ресурсы Тоже обменивать На монеты Будем находить В том же числе Гробницы И Мы можем себе Что-то купить Мне как-то Это отличная идея Ребята Как думаете Хорош ли Эта идея Потому что Стоять Потому что Если мы будем Вот так сейчас Прокачивать Надеяться То что мы найдем Покебол Который где-то Валяется На земле Надеяться На то Что мы Где-то Может Где-то Вот там Встретим Босса И так Ходить Серию Напролет Каждую Серию Напролет С надеждой То что Мы сможем Найти Босса И выбить С него Какую-то Шмотку Это Ребята Ну Не очень Плюс К тому Мы вряд ли Сможем Выполнить Свою Затею Найти Тот же Орб Мы вряд ли Даже Сможем Найти Тот же Орб Чтобы Заполнить Его Чтобы Запамить Первую Нашу Легендарную Птицу Это Артикуна Потому что Алтари Мы уже Нашли И даже Если Мы ее Нас Заспамим Мы ее Не сможем Словить Потому что Нам нужен Мастербол А так Мы потихоньку Будем Фармить Собирать Ресурсы Обменивать На монеты Обменивать 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 Потом Когда у нас Уже будет Достаточно Так Ресурсов Обменяем И затем Монеты Пойдем И купим Себе Орб Заполним Купим Себе Мастербол И пойдем И в какой-то Степени Даже Начнем Выполнять Нашу Цель Сезона Словить Больше Чем 100 Покемонов Словить Может Пару Шайни Если Нам Конечно Повезет Их Словить Не Не то Что Словить А повезет Нам И хотя Бо найти И В принципе Словить Там Две Лиги Ух ты Да Ну Нафиг Вы Издеваетесь Дошейдерами Тут Вообще Темно Ох Снег Пошел Я уже Не видел Снег Ребята Около 5-6 Лет Если Честно Я так Скучаю По Снег Снег Какой Нахрен Снег Ребята У меня Сегодня Днем Было Около 42 42 42 Градуса Жары Вот Сейчас У меня 10 часов Вечера Я не знаю Видно ли На это На камеру Но у меня Все Мокрые Руки Я не знаю Видно ли Это Вряд ли Это Видно Офигеть Я весь Мокрый Честно Ребята Тут Такая Жарища Круглый Год Что Это С ума Можно Сойти А летом Тут Вообще Жопа 40 Градусов Жары Это Утром Люди Когда Ходят На работу Они Утром Уже Умирает Потому Что Утром Там Уже Около 37 38 Градусов Жары После Обеда Там После Обеда Там Уже Час Два К 45 Градусов Жары Это Жопа Какая Это Жарища Честно Ребята Это Чересчур Ху Даже Сейчас Я говорю Я весь Мокрый Я весь Мокрый Уже А Я О чем Я Горел Ребята Напишите Пожалуйста В комментариях Хорошая Ли Эта Идея И Согласны Ли Вы Выйти За Меня Зан Нет Конечно Не То Согласны Ли Вы Чтобы Мы Сделали Магазин Мне Кажется Это Будет Хорошая Идея Мне Кажется То Что Сезон Будет Набирать Еще Больше 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 Оборотов И То Что Он Станет Намного Более Увлекательный И Чтобы Сейчас Сколько Там Уже Серия Ух ты Нихрена Себе Серия Уже Так 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 Серия Уже Идет Больше Чем Нет В принципе Только Что Будет Как раз Через Пару Минут Полчаса Ребята Вы Рады Большим Сериям Потому Что Если Вы Не Рады Сериям Которые Там Длится Которые Там Длятся Полчаса Если Вы Не Рады Сериям Которые Там Длятся 35-40 Минут Буду Тогда Делать Серии По 20 Минут Вы Согласны Или Вы Хотите Все Так Длинные Серии Ребята Поставьте Лайк Я Буду Этому Очень Чтобы Не Закакивать Себе Не Закакивать Себе Инвентарь Как Как Назло Зимневьем Биг Форест Вот Как Назло Быстро Быстро Это Вашу Нафиг Кто Это Новый Я Я Честно Даже Не Видел Это Нет Сейчас Дайте Я Посмотрю Главное Чтобы Он на нас Не напал Или Он Большой Херок Роз Хрен Я Знаю Честно Первый Раз Вижу Такого Покемона Ладно Ладно Даже Даже Его Бить Не Будем У Нас Если Честно Сейчас Времени Нету Что Я Хочу Сделать Я Хочу Сделать Себе Сундучки Железные Я Установил Мод На Железные Сундучки На Печь Не На Железные Сундучки А Лучшие Сундучки На Печке К сожалению Я Ребята Не Нашел Хоть Как Я Искал Я Не Нашел На Печке То Что Вы Мне Там Скидывали Ссылки В принципе То Что Я Сам Искал На Печке Ребята Там Может И пишет Что Это Мод На Версию 1.8 Но На самом деле Этот Мод Не На Версию 1.8 Я Его Скачиваю Устанавливаю Железо Нам Нужно Вот Железо Вот Это Быстрее Так Нет Оу У нас Вот Сюда Так Быстро Так Это Сюда Это Сюда Это Сюда Это Сюда Это Сюда 4 Сейчас Это Сюда Это Сюда Это Сюда Это Сюда 4 Нет Еще 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 Вот Сюда А то Я Не досмотрел. И сейчас мы делаем золотые. На алмазные у нас просто-напросто не хватает ресурсов. Поэтому я извиняюсь, но алмазные мы сейчас не сможем сделать. Так, вот. Замечательно. Идем в дом. Ребята, смотрите на мой дом. Я его, конечно, так еще не достроил, но в какой-то степени он уже набирает обороты. Он уже набирает обороты и уже в скором времени, мне кажется, будет достроен. Дом такой специфический получается. Я это строю так. Что мне в голову придет, то я строю, честно. Я как-то не задумывался, какой у нас будет, но вот так он у нас получается. Тут у нас будет, наверное, плавильня. Если я все-таки не смогу установить мод на печке, значит, там будет у нас плавильня, да. Ну, знаете, что такое. Тут у нас будет спальня. У нас вид вот сюда красивенький такой. Тут, не знаю, может лаборатория, да, то есть фосил машины и вот это все. Тут у нас будет кухня, печки и другое. Не, печки, если у нас там плавильня будет, тогда, значит, мы тут плавильню сделаем. И это, ребята, смотрите, какой тоже специфический какой-то подъем на второй этаж, да. Не прям ступеньки в самом доме, а ступеньки, как бы выходишь на такую мини-улицу, тут дерево так растет и поднимаешься на второй этаж. И тут у нас второй этаж. Вот, круто, вот так. Тут, прием, вот это вот так у нас будет второй этаж. Я тут еще, конечно, не достроил, вот тут я не достроил, смотри. Тут у нас одна сплошная стена, тут даже нету стекол, да, но я, я это все еще, это все еще у нас в процессе постройки. И, в принципе, тут круто будет вот так смотреть. Смотрите, какие тут краевиды у нас с этого балкона. И тут у нас тоже стекло будет, мы сможем сюда вниз смотреть. и вот тут вот тут я хочу сделать вот тут я хочу сделать склад вот тут у нас наверное будет склад вот тут потом вот тут может где-то тоже вот тут и с другой стороны мне кажется это будет прикольно что смогла что у нас нет вот этого и нет как она там называется маус твикс инвентарит ладно так это сюда давайте складывать что нам сейчас принципе не нужно вот так вот так круто сейчас знаете что знаете что давайте мы эту точечку поставим любую тут у нас . будет вот замечательно сейчас идем сюда и быстренько как можно быстрее мы вот это все будем перемещать с этого места в наш дом потому что дом не кажется хоть он еще не достроенный но в нем уже можно нафиг жить ты какой-то пьяный дом домишка дом домишка потому что вы видите то что он перевернулся как-то он как-то нафиг перевернулся так давайте это принципе все и все все это все можно выкладывать ребята вот так опа опа потом вот это вот это так но то что домишки какие-то забаганные что ли не домишки а вот сундучки какие нафиг а чем я вообще говорю какие домишки это мы тоже забираем потом нужно вот это все будет конечно рассеркировать да в одном сундуке одно стоит другом сундуке другое стоит вот они почему-то вот так боком разворачиваются хрен его знает почему ладно так это давайте сюда это давайте сюда это давайте вот так вот так я не представляю почему они вот так стоят и а есть львов и их вот так поставлю поставлю и ты поверхность вот сюда и обратно они опять опять поменяются до а хрень узнает почему а если их вот так поставлю а если я ты пахнусь вот туда и ты пахнусь обратно а почему они так стоят сундуки вы в мать вашу пьяные что ли вот так почему они разворачиваются я хочу чтобы они смотрели в стену я хочу чтобы они смотрели на меня нафиг вот смотрите куда они в жопу разворачиваются посмотрите они вот туда разворачивать они какие-то конченые а если вот так я просто и потом наверно вот это все буду сам решать сам думать потому что вы видите то что они как-то но вот сейчас нормально да сейчас допустим нормально я надеюсь что они так и будут оставаться давайте быстренько вот это все сюда поперемещаем это вот это вот тут еще что-то выпало вот это и вот так дальше а ты я что сундук куда я сундук выложил пожалуйста сундучок не перемещайся а стой на месте я тебя прошу вот ты паскуда а вот если вот так и вот сюда я я потерялся я под но пускай будет я не знаю почему они в ту сторону смотрят то свете если сюда вставлю то нормально они смотрят в ту сторону если сюда ставлю смотреть вот сюда то не так и так смотрят в ту сторону я не представляю почему Ну да ладно То есть нормально, все мы переместили Давайте еще тогда быстренько вот сюда Мы пойдем и будем забирать то, что нам нужно забрать Но в одной стороне хреново, потому что Вот это, а хотя У нас там есть, у нас там есть алмазики Поэтому это не проблема будет сделать Это не проблема будет сделать Пукихилку, да Это все нужно забирать Это наше, даже если не наше И так нужно забрать Я не вижу смысла брать трейд машину Ну да ладно, возьмем И вот это возьмем Вот так И вот это возьмем В принципе все ребята, если мы сейчас туда уходим Мы уже даже не будем возвращаться назад Мы уже даже сейчас назад Не будем возвращаться, все, мы наверное Прощаемся с этим местом Ну еще апреконы нужно будет переместить Но это уже потом А так в принципе сейчас мы уже прощаемся И мы переселяемся в этот дом Опа, вот под такой разворотик Оборотик. И вот тут нужно вот это все будет поставить пока что. Сначала давайте вот так все расставим. Хаосно, да, в хаосном порядке. Потому что сейчас, в принципе, если честно, это пофиг. Это тоже можно куда-то, я не знаю, куда. Вот сюда. Это тоже сюда. Потом это все расставим. Главное, чтобы сейчас переместить вот это все. И это все нужно будет осветить. Это сюда. В принципе, это пригодится. Это пригодится, потому что если мы будем делать печку, то есть плавильню, это пригодится. Так. Хотя мы можем даже с других там вот этих сундуков здесь. Ну, да ладно, короче. И тут у нас будет наша спальня. Ребята, ребята, ребята. На этом мы будем уже заканчивать. Сейчас мы поднимемся вот сюда. Будем смотреть на все вот эти прелести, прелести, прелести. Краевида, который открывается с нашего окна. Да, вот если вот так куда-то вот сюда. Ребята, на этом мы заканчиваем. Ставьте лайки, набираем 800 лайков. Сразу же выходит новая серия, как обычно. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии. Я читаю каждый, каждый, каждый ваш комментарий. Буду рад их прочитать. И также буду рад на них ответить. Поэтому, если хотите, чтобы я их прочитал и ответил, просто-напросто оставьте свой комментарий. Я буду рад, если будет очень много комментариев с вашими мнениями, с вашей критикой даже. И, в принципе, и лайки тоже не забываем. Ступайте в нашу банду крутых перцев. Все, что от вас требуется, это просто-напросто на меня подписаться. Я буду очень этому рад, если вы вот это сделаете и станете новым членом нашей большой дружной семьи. На этом, ребята, мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok